Екатерина кропотливо вырезает и склеивает ленты. Девушка делает подвеску в автомобиль. Рядом стоит целая коробка готовых украшений для волос. Это искусство называется канзаши. Канзаши – это значит выполнение украшений для волос, резинок, заколок, ободков из атласных, репсовых лент. Сейчас также очень популярно, как в миоран. И глиттерный, например, также он есть с блестками. Но я увлекаюсь только лентами. Помимо украшений девушка вышивает картины и коврики для намаза. На одну такую работу в среднем уходит от трех недель до двух месяцев. Постоянные клиенты есть, но немного. Недавно Катерина подала заявку, чтобы иметь возможность реализовывать свою продукцию в парках города. Я предлагала в некоторые магазины, но так как я просто самозанятая, у меня нет ИП, нету штрих-кодов на товаров, то никто не берет. А чисто через интернет продавать – это как бы не всегда идет. Люди покупают через интернет, но все-таки я, например, не покупаю такие вещи. Мне надо потрогать, увидеть, померить. Поэтому, с другой стороны, я людей понимаю. Новая форма поддержки самозанятых впервые появится в этом году. Цель – помочь мастерам в реализации продукции, сделанной своими руками. Планируется, что со 2 мая и по 2 сентября в одном из парков города будут установлены шатры, где самозанятые смогут реализовать свои товары. На сегодняшний день мы объявили отбор. Я думаю, желающих будет больше, чем мы пока можем разместить. Мы предполагаем где-то 30 самозанятых. Уже подано буквально за 2-3 дня, как мы объявили, 6 заявок. И мы будем их внимательно отбирать. Это сувенирная пищевая продукция и товары общего пользования. Никакой перепродажи не будет, заверили нас. Такая мера позволит укропнить бизнес, найти своих покупателей. На сегодня в налоговой инспекции зарегистрировано почти 6,5 тысяч самозанятых. Еще год назад их было около 4 тысяч человек. Если данный вид, как скажем, на практике будет успешным, мы рассматриваем возможность на зимний период предоставления уже в одном из торговых центров по, может быть, либо по льготной арендной ставке, либо по муниципальной программе. Заявку в Центр по поддержке и развитию предпринимательства можно оставить по телефону, указанному на экране. Также вы можете подойти в Центр по адресу Школьный бульвар 2А, 3 этаж. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР.